Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. В субботу утром в двухэтажном жилом доме на улице Манежной при пожаре погибла женщина. Горело домашнее имущество в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Тушение заняло считанные минуты. Были задействованы 11 сотрудников ведомства и 3 пожарных автомобиля. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 60-летней хозяйки жилья. Причина случившегося устанавливается. Более 400 патронов обнаружили пограничники в автомобиле, прибывшем в Одесский порт в контейнере на теплоходе. Во время мероприятия пограничного контроля на автомобиль «Фольксваген» сработала служебная собака. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие отряда обнаружили в автомобиле 435 патронов различного калибра к боевому оружию. Боеприпасы изъяты и переданы сотрудникам национальной полиции. 1 июня в торговом центре «Фонтан Скай» состоялся яркий праздник для маленьких одесситов и их родителей, посвященный Дню защиты детей. Однако настроение посетителей центра было омрачено присутствием на нем незваных гостей. Вместо того, чтобы провести праздник в окружении своих семей и близких, группа депутатов решила провести мероприятие, которое они назвали «Проверкой». Однако все происходящее можно расценить скорее как попытку попиариться, нежели как проявление заботы об избирателях. Веселая музыка, аниматоры, повсюду улыбающиеся взрослые и радостные детвора. Так в «Фонтан Скай» обычно проходят праздники. Не стал бы исключением и этот, если бы в торговом центре с так называемой «Проверкой» не появилась группа депутатов горсовета в сопровождении жителей окрестных домов. Буквально пробираясь между играющими детьми, они направляются к пожарным шкафам. Новое оборудование, пожарные рукава и огнетушители незваных гостей не впечатляют. На лицах некоторых явное разочарование. Придраться явно не к чему. Представитель управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, поясняет незадачливым контролёрам. Вы сами всё увидели, что объект практически выполняет требования пожарной безопасности. Все пути эвакуации на момент обхода его были свободны, открыты. Пожарные шкафчики, щиты укомплектованы огнетушителями. Система внутреннего противопожарного водопровода работает в автоматическом режиме. При открывании вентиля сразу запускается. Электропроводка эксплуатируется согласно требованию поля. Неудавшаяся попытка выявить хоть какие-то недостатки в системе пожаротушения нежданных гостей не остановила. Как говорится, не мытьём, так катаньем. Депутаты переключаются на историю о недавнем демонтаже игровой зоны. Установленную на частной территории площадку всё-таки пришлось демонтировать. Причина серьёзная – её аварийное состояние. Оборудование для игровой зоны было приобретено более 10 лет назад. Фирма-поставщик перестала существовать. Комплектующий купить невозможно. Сертификаты соответствия на площадку утратили свою силу. В торговом центре со всей ответственностью относятся к безопасности детей. Посудите сами, вы бы выпустили своего ребёнка играть на аварийном оборудовании. Кроме того, вы не уйти ещё один важный факт. Дело в том, что державные бдв нормы Украины, а это закон, не разрешают поставить детские учреждения в такой близи, около дороги и проезжей части. И если даже мы ещё раз попробуем сделать эту площадку, ни один проектировщик, ни одно учреждение её не утвердит. Причин нарушать закон и устанавливать площадку на территории торгового центра, которая, к слову, находится даже не в аренде, а в частной собственности, Фонтанскай не видят. А вот помочь жителям окрестных домов в решении проблем организации досуга детей предлагали неоднократно. Раз уж сами депутаты-контролёры, следуя примеру своих коллег, не могут установить детские площадки, то это готов сделать Фонтанскай. Примечательно, что об инициативе представителей торгового центра поставлены в известность городские власти. «Есть решение о том, что райадминистрация найдёт на территории достаточно места, чтобы закон о соответствии безопасности и нормам безопасности поставить детскую площадку. А торговый центр на Среднефонтанской оплатит это дело». Однако сопровождающие депутатов жителей окрестных домов договориться между собой не могут. Одни за игровое место исключительно там, где оно было раньше, на территории, принадлежащей торговому центру. Близость автомобилей их, получается, не пугают. Другие, согласны, чтобы их детям обустроили площадку, пусть и не на частной территории центра, но только не в их дворе, и уж точно не под их окнами. Выходит, прямо как в том анекдоте – дети – цветы жизни. Но созерцать их лучше на расстоянии, лучше всего на чужой территории. Представители Фонтанскай таким поворотом событий удивлены. «Был удивлён вчера. Оказывается, инициативная группа против этого решения. Вы не хотите, чтобы детская площадка распрощалась не около дороги и проезжей части, а в глубине дворов, в тишине и уюте. Почему? Потому что кто-то из вас, из ваших соседей, которые не имеют детей, против того, чтобы дети играли у них под окна. Только из-за той причины, что райадминистрация, с её слов, не нашла согласия с инициативной группой по этой детской площадке, это дело стоит до сих пор». На встрече с жителями представители Фонтанскай в который раз подтвердили свою готовность профинансировать установку детской площадки на территории, которая будет определена городскими чиновниками. Ведь во всём цивилизованном мире детские площадки размещаются в парках и скверах, которых в Приморском районе Одессы множество. От людей же требуется одно – сообща принять решение. Но почему депутаты не помогли людям договориться, а использовали праздничный день для проведения невнятной проверки и того, что можно расценить не иначе, как самопиар, не поняли ни представители торгового центра, ни даже некоторые общественники. Зато абсолютно объяснимо, почему уровень доверия украинцев к депутатскому корпусу, судя по опросам, упал уже, что называется, ниже плинтуса и продолжает вообще стремиться к нулю. В субботу одесситы присоединились сразу к нескольким международным акциям. Возле немецкого консульства жители нашего города стали участниками митинга солидарности в поддержку политзаключенных, которые находятся в заложниках у Кремля. Основное требование – освобождение 64 украинских политзаключенных из российских тюрем. Поддержку данной акции анонсировали также 70 городов из 20 разных стран мира. А в Парке Победы прошел флешмоб в поддержку одессита Андрея Новичкова, моряку, которого безосновательно обвинили в убийстве, грозит смертная казнь в Иране. Напомню, произошел инцидент 17 января прошлого года на судне под флагом Ирана. Младший рядовой матрос по национальности иранец выпрыгнул за борт. Свидетелем данного события стал Андрей Новичков, единственный гражданин Украины на борту судна. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Но тело умершего матроса так и не было найдено. Когда же судно прибыло в Иран, одессита сняли с борта и увезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. Защитники одесситы отмечают, что дело ведется на персидском языке, который новичков не понимает. Ранее в поддержку нашего земляка выступили депутаты облсовета, обратившись к президенту страны. Также 2 июня одновременно в нескольких странах мира прошли митинги в рамках всемирной программы за свободу выбора и против принудительного медицинского вмешательства. Одесса не стала исключением. Выбор должен быть у каждого. Таков главный девиз участников митинга против принудительной иммунизации. Мы хотим, чтобы нас не ущемляли в праве выбора, поскольку вакцинация – это медицинское вмешательство, которое влечет определенные риски. И правом международным, правом украинским предусмотрено, что только родители несут ответственность за своих детей. То есть родители выбирают либо соглашаться на вакцинацию, принимать риски, связанные с вакцинацией, либо отказываться от вакцинации, принимая риски, связанные с возможной болезнью. Но в любом случае это право выбора родителей. И сейчас государство навязывает родителям выбор вакцины, при этом перекладывая, естественно, на родителей риски, связанные с вакцинацией. Наша позиция такова, что сложное медицинское вмешательство, оно не может быть принудительным. Нас не могут принуждать, например, к ударению каких-то частей тела, не могут принуждать к участию в медицинских экспериментах, не могут принуждать к прерыванию беременности. То есть это те случаи, когда подписывается информационное согласие. Они у меня ни разу не привитые, слава богу, они почти вообще не болеют. Я слушаю отзывы своих соседей, знакомых, они постоянно жалуются, что болеют чуть ли каждый месяц. Участники акции настаивают. Недопуск в школы и садики без вакцинации ущемляет права ребенка и его семьи. Этой зимой мои дети не были допущены до обучения. Мы более месяца абсолютно официальным приказом директора школы были изгнаны из школы. На данный момент правовая борьба на этом поле еще продолжается. Среди митингующих мамы сразу нескольких детей. Некоторые рассказывают, пережили на личном опыте негативные последствия от вакцинации первенцев. И сейчас видят существенную разницу в здоровье своих привитых и непривитых детей. У нас был прекраснейший педиатр. Педиатр действительно прекрасный. Просто педиатр понятия не имела, что входит в состав вакцины, который она нам ставила. Которые привели к таким последствиям. Когда у ребенка пропала речь после года. Когда у ребенка были такие осложнения. Когда я зашла к врачу и мы боролись очень долго. Второго ребенка я не вакцинировала на совершенных. Два разных ребенка. Я вижу разницу, как у меня болел старший. Я твердо убеждена в том, что моим детям это не нужно. Я своему старшему ребенку сделала первое БЦЖ. И когда я пошла в поликлинику ее делать, мы делали в три месяца ее, мне дали информационное согласие на подпись. В тот момент я сделала прививку, но когда я пришла домой, я начала искать информацию. Потому что меня это зацепило. Почему? Почему я должна подписывать эту бумагу? И я начала уже искать разную информацию. После этого, конечно, уже детей не прививало. В рамках митинга участники организовали и развлекательную программу для ребят. В основном ее участники дети, чьи родители против прививок, настаивая, что это вредит здоровью. При этом медики напоминают о печальной статистике, в том числе и летальной, связанной с отказом от противокоревой вакцинации. Тем временем, по прогнозам врачей, в стране стоит ожидать вторую, более сильную волну заболеваемости корью. Согласно наблюдениям, вспышка кори длится примерно два года. И если не предпринять дополнительные меры, заболеваемость не снизится, подчеркивают специалисты. В прошлом году провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до 9 лет. Но сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые, констатируют эпидемиологи. В нашем городе состоялись общественные слушания по открытому обсуждению проекта решения Одесского городского совета об утверждении методики расчета и порядка использования платы за аренду коммунального имущества. Ранее в установленный процедурой срок документ представили общественности. Материалы были размещены на официальном сайте Горсовета, а также опубликованы в газете «Одесский вестник». Ознакомиться с ними и направить свои предложения к проекту могли все желающие. Действующая в настоящий момент методика расчета платы за аренду коммунального имущества территориальной громады была утверждена еще в 2005 году. В департаменте коммунальной собственности рассказывают, многие ее положения устарели и не отвечают требованиям сегодняшнего дня, а потому требовали изменений. С 2005 года по 2018 прошло уже большое количество времени. На протяжении этого времени были внесены существенные изменения в действующее аренду законодательства, в том числе и в методику кабинета министров. Соответственно, встал острый вопрос о принятии новой методики, которую необходимо утвердить. Городской совет обязан в соответствии с действующим законодательством утвердить. Новый документ предполагает создание единого организационно-экономического механизма расчета арендной платы, а значит и установление единой политики арендных ставок. Среди нововведений и положения о пониженной процентной ставке за аренду коммунальной собственности для ОСНД. Объединение сусобственников – это объединение граждан, общественная организация, которым необходимы помещения для ведения своей уставной деятельности. Поэтому мы внесли соответствующую ставку в нашу методику, она составляет 6%. Мы, наверное, первые со всех городов Украины, которые предусмотрели ставку за аренду ОСНД, вкратце, если сказать ОСНД, для аренду объектов коммунальной собственности. Таким образом, сейчас ОСНД может участвовать в конкурсе, либо на бесконкурсных началах, если поступила только одно заявление, взять в аренду у территориальной громады помещения. Проектом предусмотрены также льготы общественным организациям. Установлен и перечень организаций, которые будут платить за аренду 1 гривну в год. Все общественные организации, благодейные, политические партии, фонды, если они будут занимать помещение до 50 квадратных метров, они будут платить 1 гривну. Также установлены ставки для льготной категории субъектов хозяйственного, для инвалидных организаций, общественных организаций, которые помогают, занимаются социальной помощью, психологической помощью ветеранам, войны Афгана, воинам АТО. С момента публикации проекта решения в адрес Департамента коммунальной собственности поступило лишь несколько предложений к нему. В письменном виде около, сейчас точно не назову, где-то 3-5 было замечаний, предложений. На общественных слушаниях все были согласны, никаких не было вопросов. Проект решения об утверждении методики расчета и порядка использования платы за аренду коммунального имущества присутствующие поддержали единогласно. Теперь документ вместе с протоколом общественных слушаний направят в Одесский городской совет для дальнейшего утверждения в ходе одной из предстоящих сессий. После визита в область президента страны, в том числе и на трассу Одесса-Ренеи, там также перекрыли проезжую часть. Жители приморских сел Катранка и Россейка требуют отремонтировать 35 километров трассы, сетуя, что бездорожье отпугивает от региона туристов. А в районе рынка 7-й километр в ночь на субботу перевернулся крупногабаритный грузовик, сообщают очевидцы. Обошлось без пострадавших. ЧП произошло на округе в направлении рынка. Фура опрокинулась, почти выехав за пределы проезжей части. В причинах аварии разбирались полицейские. Днем ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Вильямса и Героев Небесной Сотни. Водитель, управляя мопедом, столкнулся с автомобилем «Лексус». В результате столкновения пострадал водитель мопеда. Он госпитализирован. На месте работал следователь. Национальный университет Одесская морская академия свято чтит многолетние традиции Alma Mater. Ежегодно в преддверии дня рождения морской академии в ВУЗе проходит встреча выпускников разных лет. Бывшие курсанты, а теперь уже профессионалы своего дела, навещая родную Alma Mater, общаются так, словно нет за спиной тысяч миль и десятков лет. Умудренные опытом морские волки поделились с нами воспоминаниями о студенческих годах и преподавателях. Нынешняя Одесская морская академия ведет свою историю по подготовке высокопрофессиональных специалистов 7 июня 1944 года. Мы гордимся всеми поколениями наших выпускников. Основу закладывали выпускники первых лет. Первый выпуск был в 1949 году. И, конечно же, за эти годы наши выпускники занимали и занимают ключевые позиции не только в нашем национальном флоте и судоходстве, но и по всему миру. За эти 74 года ВУЗ выпустил сотню тысяч курсантов. Встреча выпускников в стенах морской академии традиционно собирают множество бывших воспитанников Alma Mater разных возрастов. Сегодня это умудренные опытом и регалиями профессионалы своего дела. Есть такая объективная оценка – это насколько востребованы наши выпускники. Сегодня Украина находится в пятерке мировых лидеров по количеству офицеров на мировом рынке труда и на втором месте в Европе. Поэтому это, я думаю, что говорит достаточно красочно о тех результатах нашей работы. В этот день выпускники разных лет вспоминали свои студенческие годы. Поступил в 1956 году. Оно называлось Одесское высшее мореходное училище на судомеханический факультет. Закончил в 1961 году 13-й выпуск. Воспоминания, как говорится, всегда хорошие о мореходке. Все-таки пять лет проучились, вот, жили там, как говорится, в экипаже все, вот, и нагородние, и одесситы. И мы, как говорится, жили очень дружно и все время мореходку вспоминаем. Поступил я в 1955 году. Закончил ОВИМУ в 1960 году. Плавал на судах Черноморского морского пароходства до 2001 года. Потом за кордоном уводился в флоту в 2019 году. Борис Николаевич более 50 лет бороздил моря и океаны, будучи старшим механиком. И по сей день вспоминает свою любимую работу с ностальгией. Среди выпускников академии и первая в Украине женщина-капитан, получившая диплом в высшей мореходке. Я первая женщина-выпускница этого учебного заведения. До поступления сюда мне семь лет отказывали. В поступление поступала я сюда с разрешения министра морского флота. Это было в советский период. Годы учебы – это самые светлые годы в жизни, потому что здесь всегда был великолепный педагогический коллектив, были хорошие курсанты. В общем-то, это такое состояние всегда было возвышенное, потому что мы учились, и учились все с большой охотой. Двоечников у нас не было. Для того, чтобы стать капитаном, Татьяна Олейник преодолела долгий и сложный путь. В моей жизни мне пришлось столкнуться с очень многими закрытыми дверями. Но всегда первым, как говорят, бывает тяжело, тяжелее всего. Это одно. Но потом, когда я получила свой диплом, когда мне все-таки с большим трудом и боем, можно так сказать, позволили стать капитаном, дали мне судно. Базу знаний, которую предоставляли в этих стенах студентам-морякам в разные годы, под разными наименованиями пригодились, несмотря на смену эпох. «Предподавали были сильнейшие люди, грузированные такие были. И была же практика у нас такая большая. Было шесть судов, учебных суда. Ходили практику, проходили. Практики с нами все равно приходил. И такие были хорошие специальности, хорошие знания давали наши преподаватели. Швет там, Анатолий Петрович, ну много Мирющенко, много хороших товарищей было». С каждым годом ряды выпускников редеют. И те, кто ежегодно приходят на встречу, с Горичу вспоминают своих уже, увы, ушедших сокурсников. «У нас был выпуск 68 человек. Сейчас осталось живых 8 человек всего. Вот 4 человека в Одессе и 4 за городом живут. Остальных уже нет никого». «Это настолько радостно. Вот стоят наши первые выпускники, то есть первых курсов. Это настолько, вот всегда идешь с замиранием сердца, чтобы все были, понимаете, чтобы все были живы». Ежегодно из стен Национального университета Одесская морская академия выпускается более 3000 моряков разных специальностей. Подготовка и большая база знаний поможет нынешним пройти свой не менее увлекательный, чем у предшественников, карьерный путь и стать настоящими морскими волками. Литератор, юрист, общественный деятель, редактор лучшей в Новороссии газеты, защитник гласности Павел Александрович Зеленый стал городским головой Одессы в 1898 году и руководил городом 7 лет. «Он был не столь популярен, как Воронцов или Морозли, но, тем не менее, много сделал для развития самоуправления, благоустройства, внутренней структуры Одессы, народного образования, культурной и общественной жизни и достоин уважения потомков», считает магистрантка факультета истории и философии Одесского национального университета имени Мечникова Виктория Герасименко. Она решила исследовать жизнь и деятельность всех руководителей Южной Пальмиры, имена которых, по словам Виктории, припорошены пылью истории и малоизвестны нынешнему поколению одесситов. Используя богатые фонды Государственного архива Одесской области, исследователь нашла немало документов и материалов, которые, по ее словам, будут интересны всем. О страницах служения Одессе городского головы Зеленого в новой архивной Одессе и программе совместного проекта Государственного архива Одесской области и нашей телекомпании. Уже в 70-х роках Зелений переїжджає до Одесси і тут він приймає з рук Сокальського однеї з відомих видань преси в Одессі, це «Одеський вісник». Він стає його редактором на протязі 70-80-х років. Зокрема, в Одесському архиві є цілий його особистий фонд, фонд 162, де досить докладно зібрані всі документи і відображена його діяльність, його переписка з кореспондентами, які знаходилися за кордоном або в інших містах. Кореспонденти одеського вісника. Також це переписка з відомими літературознавцями, письменниками, поетами, українськими письменниками, поетами. Є листи до Драгоманова як громадського діяча і є листи до Старицького, є листи до Глібова та інших українських літературних діячів. Очень активною, многогранною і полезною для жителів міста була робота Павла Олександровича в Городській думі, розповідає ісследователь. Він був міським головою з 1898 до 1905 року. І першою справою, яку робив на посаді одеський міський голова, кожен одеський міський голова, це було управлінська організація діяльності думи і управи. Він займався питанням створення комісій, виконавчих комісій по різним питанням. Також він намагався навести лад в документах управи і думи, які писалися досить багато. І досить часто якісь документи могли втратити, вони десь могли в якихось папках бути. Тому він вів те, що має бути реєстр документів. Кожен з канцелярії має вести певний реєстр якихось скарг, пропозицій, які надходять від містян Одеси. Відбувається за його керівництва викуп газового заводу з рук пана Рідінгера і власність міста. І тому починається ще освітлення передмістя, не тільки центральної частини міста, не тільки організації місцевих, а також і передмістцем. Значним також було питання водогону. На той час теж починаються проєкти прийматися про те, що водогін потрібно викупати з приватних рук до рук міста, щоб місце краще контролювало це питання і не було ніяких скандалів з тим, що корупція і гроші втрачаються, недосить добре постачання води, старе обладнання, яке не працює. Також Павло Олександрович Зелений займався пожежною справою. Медицина і санітарне состояние Одеси – ще одна важна частина деятельності городського голови, уточняє ісследователь. Опікувався медичною сферою, зокрема було прийнято рішення саме за його керівництво про будівництво нової міської лікарні, яка могла б на себе перебрати частину хворих і лікарів з старої міської лікарні. Тим паче в старої міської лікарні був досить такий жахливий стан і вони вирішили, що їм буде дешевше збудувати нову лікарню, тому що добився зелений, що в Одесі був наданий 10-мільйонний займ на нагальні справи міста і потрібно було розпорядитися цим займом, на які саме сфери підуть ці кошти. Тому на медичну сферу було виділено досить багато коштів. Також були спонсори – це місцеві меценати, які поручилися і надавали кошти для будівництва міської лікарні. Одним із важливих питань було відкриття публічної бібліотеки, міської публічної бібліотеки в Одесі. Саме під час закладки фундаменту присутній був зелений, також інші гласні думи і Мерезлій також, тому що він не опікувався і надавав кошти. І сталася така дивна ситуація, тому що при закладці фундаменту закладалася дошка. Тих, хто надавав кошти, приймав рішення, тобто якимось чином він приймав участь у цій справі. І товариш або заступник міського голови Андрієвський, Константин Андрієвський, він був вображений на міського голову Павла Олександровича за те, що його ім'я не має на цій пам'ятній дошці. Хоча він зробив не менше, чим інші гласні. Тому під час відкриття, ну, закладки фундаменту, під час цієї події він був трохи присутнім, а потім ображений поїхав по своїм справам. Ну, це так за місцевою пресою, за згадками в місцевій пресі можна було просвідкувати такі досить цікаві моменти з міського життя Одеси. Трудно переоцініть його роботу по отстаиванню свободи слова. І, як говорили в то время, малороссийського языка, считає Герасименко. Павло Олександрович Зелений разом з одеськими громадськими діячами в 1906 році створював просвіту. Це теж один із органів організації, яка займалася саме збереженням малороссійської мови і розповсюдженням малороссійської мови. Тому він був досить активним діячем в цьому плані. Але це вже було після його думської діяльності. Скульптури із керамики, які олицетворюють женську красоту, детально проработанні медалі із бронзи і алюминия, а також графічні произведення на холсте. В художній галерії «Чайка» открылась выставка «Неуловимая», посвіщенна пам'яти одеського скульптора Бориса Румянцева. В виставочному зале можна прослідити роботу скульптора от момента появления идеї на холсте до создання непосредственно форм із керамики. Для того, щоб подчеркнути ці скульптури, ми ще обратились к кухні художника, так називаємо. Це його наброски, якісь академічні рисунки прошлых років. То, що було притече того, що ми відеємо в формі. Тобто, плоскость, гумага, і потім вже переходимо к формі. Ми видим путь от ідеї до воплощення цієї ідеї вже непосредственно в формі. Керамика не самая востребованная в середі скульпторов, поскольку є своїй тонкості, сложності, да і матеріал хрупкий. Однак Румянцева це не встановило. Ось дуже творчество ярке, искренне і тонке. Я б його назвав художником модерно, скульптором модерно. Потому, що він дуже добре відчувається цей стір. І те произведення, які у нас представлені, вони виконані з керамики. Тоже достатньо рідка така техніка для скульпторов. Обичні все роботають в обычних матеріалах. Там бронзу, камінь. Скульптор зимається рисунком. Вони дуже цікаві. Вони абсолютно розкривають безпосередньо його професіоналізм, його відношення до формы, повага, трепету перед формою, об'єктивною. Ну і ще поезія, там, до лінії, як він до неї відношується, як він тоном намагається той чи іншу емоцію проявляти. Каждая робота, помимо естетики, несет і некую идею, отмечають друзі скульптора. Наприклад, вот така скульптура, це береться пласт глины цельний і виворачивається вот таким образом, як скручується. І виходить Адам і Ева. Виходить бинарність любого, то, що в кожному з нас заложено. В Китаї це називається ян-інь. Тємне, светлее, мужське, женське. Основним источником вдохновення для скульптора была красота женського тела, но при этом большое влияние на роботи оказала греческая мифологія. В принципі його ориентири – це тело людське. І для нього високий авторитет греческій скульптурі. Греческій скульптурі. І тут можна простежувати в його творчості. Коли він береться за фігуру, там є певні адресації до діалогу з тими високими зразками греческої пластики. Борис Румянцев погиб 10 років тому, але продолжають жить його роботи, радують цінителей прекрасного. Скульптор був талантливым художником, светлым человеком, который искал красоту в каждому, отмечають його друзі. Ми були дружні, я дуже любив творчество Борису Румянцеву. Це удивительний художник, гениальний художник. Одесі дуже повезло, і мені повезло, що я застал, можна було бачитися з ним. Удивительний скульптор. І одесі дуже знаєт цього скульптора, просто, можливо, пам'ятник один із последніх Івана Франка, це його. І багато по Одесі його хороших робот. Іменно благодаря друзям спустя 4 роки після смерти скульптора була іздана книга о його роботах. Я з ним була знакома в основному часті нашої, з молодости. Але книга була написана після смерти художника. І важливо то, що ми зробили цю книгу, і його друзі, і те, які чутили його талант, ну це є друзі, вони собрали гроші для того, щоб вона була іздана. Роботи Бориса Румянцева ценять не тільки в Україні, але й по всьому міру. Многі скульптуры находяться в частних колекциях в Англії, Франції, США, Аргентії, Бразилии і інших країнах. Сьогодні в галерії скульптор становиться ближе і своїм землякам. Одеський городський сад на два дні превратився в мир детських развлечений і игр. Так весело і ярко в самому сердце Одеси отметили День защиты дітей. Увлекательні аттракціони, аниматоры, квесты, бесплатне морожене і сладка вата, і ще багато інтересних сюрпризів. Ждали каждого ребенка, посетившого этот праздник. В Одесском горсаду в праздничные дні всех маленьких гостей ждало множество ярких развлечений і вкусних угощень. Ребят приветствовали герої з мультфильмов і сказок і дарили морожене. Аниматоры признаются, работать на такому праздниці – чиста радость. «Потому що діти, це вже радує. Вчера ми тож участвували в цьому мероприятиї, сьогодні. Ми ходимо, роздаємо морожене, фотографуємося з дітьми, то есть украшаємо этот праздник». «Ті емоції, які діти испытують, коли даєш їм морожене, то есть і удивляються все, це бесплатно. Ну, сами понимаєте, це хороше відчування. Фотографується, удивляються, узнають даже, що саме інтересне. Це пингвин! В принципі весело все». Увлекательних занятий на праздники в Горсаду очень много. Батуты, надувные горки, аквагримы – даже настоящий пиратский квест, пройдя который каждый новоиспеченный пират получает заслуженный приз. «Существует такая легенда, що на території парка є 4 пирата. І проходя цей квест, можна получити сладкий приз. Діти проходять квест і радуються, і все проходит отлично. У нас вчера больше тисячі дітей прошло через нас, тому що у нас за кожний квест прийшлася одна конфета. У нас було тисячі конфет. У нас к концу дня було ноль». Ребята, які прийшли на детський праздник, говорят, що їм дуже подобається. Від кожний із них тут змог знайти себе занятие по душе. «Деток багато!» «Весело?» «Да, весело, горько і чудесно!» «Сладковато і морозно я рисую». «Рисунок». «Рисунок». «Кого тебе нарисовали?» «Получка». «Мне очень нравится этот праздник». «Почему?» «Ну, тому що можна іграти, і веселиться, квесты проходить і так далі». «Тут дуже багато игр, інтересно, весело. В общем, все дуже круто». «Я пришла сюди ради веселья, игр і ще ради блогерів, які будуть выступати. Це буде як мини-фан-встреча. Там будуть блогери мої любі, Янго, Мэри Сен. Они дуже мені нравяться. «Очень сильно, особливо квесты. Я вже п'ятий раз прохожу». «И как?» «Круто». С положительными емоциями от праздника остались не тільки діти, но і їх родители. Одеситы, признаються, веселились не менші і самі зарядились позитивом. «Мне очень нравится, що не тільки 1-го числа этот праздник, а ще і в суботу, тому що многие родители работають, нет можливості вирватися. Вчера було в город. А сьогодні действительно дуже интересно. Здесь все для дітей. Море удовольствия. Те, що бесплатні, аттракціонні – це плюс. Як би сладковато. Действительно, все для дітей. Очень приємно». «Мравиться, интересно. Детям весело, хорошо. Детям главное, щоб було добре, а нам – тем більше буде добре. Морожене нам тут раздають бесплатно. Господи, слава Богу. Вот. Раскрашиваю. «Мне очень нравится. Все очень чудесно, прекрасно. Праздник прекрасно организован. Мне нравится, що зони для дітей созданы красиво і інтересно». Одеситам хочеться, щоб таких мероприятий для ребят було побольше. Ведь детські улыбки – це лучші украшення нашого міста. Курсы для родителей с начального момента, когда семья только запланировала малыша, поддержка и консультация на протяжении всей беременности и различные занятия для детей возрастом до 13 лет. Столь широкий спектр занятий для всех членів семьи представлен в студії талантов Kids Family. Наш репортаж с открытию этого пространства. Студия готова принимать семьи в период ожидания малышей, а также сопроводить семью после рождения ребенка. Развить юные таланты помогут квалифицированные педагоги с большим опытом работы. У нас будут танцы с грудничками, раннее развитие, вокал, изобразительное искусство. В игровой форме мы будем учиться с детками, познавать науку, грамоты, математики, логики, эйдетики. И занятий будет очень много. Не только малыши могут здесь проходить обучение, но и их будущие мамы. В нашем уютном классе можно пройти курсы детского массажа, обучиться техникам работы с малышом, по динамической гимнастике, упражнениям на фейсболе и грудничковому плаванию. Также, вы видите, здесь парты, здесь детки будут заниматься, как раз лепить, как раз рисовать и выполнять всякие поделки, которые смогут потом принести родителям домой похвастаться. Также в студии есть возможность пройти курсы профессиональных нянь и получить сертификаты, отмечает руководитель. Будут проходить курсы подготовки нянечих гувернантов. И, поскольку у нас будет персонал для детей, родители смогут у нас подобрать квалифицированных грамотных преподавателей для своих деток. Мы выдаем сертификат о пройденном у нас курсе. И благодаря этому сертификату, собственно, у нас даже те, кто обучаются, выезжают за границу и работают там. На торжественном открытии студии талантов Kids Family царила веселая атмосфера. Аниматоры развлекали детей, звучала заводная музыка, а юные студийцы подготовили для гостей танцевальные номера. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Праздник для маленьких одесситов и их родителей перерос в скандал с ярким пиаром. Было удивлено вчера. Оказывается, инициативная группа против этого решения. Вы не хотите, чтобы детская площадка распрощалась не около дороги и проезжей части, а в глубине дворов, в тишине и уюте. Почему? В субботу в Одессе прошли сразу три протестных акции. Этой зимой мои дети не были допущены до обучения. Мы более месяца абсолютно официальным приказом директора школы были изгнаны из школы. На данный момент правовая борьба на этом поле еще продолжается. Старейшее морское учебное заведение Одессы принимало своих выпускников. Мы гордимся всеми поколениями наших выпускников, но, конечно, основу закладывали выпускники первых лет. Первый выпуск был в 1949 году. И, конечно же, за эти годы наши выпускники занимали и занимают ключевые позиции не только в нашем национальном флоте и судоходстве, но и по всему миру. В Одессе открыта выставка «Неуловимые», посвященная памяти нашего земляка, скульптора Бориса Румянцева. Очень творчество яркое, искреннее и тонкое. Я бы его назвал художником модерна, скульптором модерна. Потому что он очень хорошо чувствует этот стирик. И те произведения, которые у нас представлены, они выполнены из керамики. Тоже достаточно редкая такая техника для скульпторов. Обычно все работают в обычных материалах, там бронза, камень. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok